Здравствуйте. Алексей, это вы? Я вас слышу. Здравствуйте. Что вас беспокоит? По какому поводу набираете меня? Кто вы? Звонок из кредитного управления банк Русский Стандарт. Город Москва, Северска 36. Меня зовут Шакиров Елена Сергеевна. Очень приятно, Елена Сергеевна. Взаимно. Звонок Алексею Юрьевичу вам по вашей карте, все кредитные мастер-карты, номер договора 251-46-767. Банк умировал и выставил вам заключительные требования на основании 811 статьи Гражданского кодекса Российской Генерации. Ага. По какой причине оплаты долгое время не совершали? О, а зачем? Если вы уже выставили нам окончательное требование, то, собственно говоря, почему я должен комментировать свое поведение? Если банк уже выставил, как вы сказали правильно, я вас понял, окончательное требование. То есть вы готовы... Отключительные требования вам банк выставил. Ну да, да, да. А какая сумма? 181 245 рублей. Ну, замечательно, замечательно. Очень хорошо, что банк выставил окончательное требование. Я так понимаю, на очереди у нас судебные разбирательства? То есть в добровольном порядке отказываются... Ой, оплачиваться, что вы не собираетесь. А что, подождите, простите, пожалуйста, душечка. А что по-вашему добровольный порядок? Насколько я понимаю, добровольный порядок у нас один-единственный в нашей стране. Это судебное разбирательство. Неужели вы предлагаете, что... предполагаете, что есть варианты... Добровольный порядок. Что? Что? Что вы говорите? Я вас слушаю просто внимательно. Я ничего не говорю. Это у меня собачка гавкает в корте. Извините, конечно, мою собачку. Разрешайте данную ситуацию напрямую с банком. А что тут добровольного? Если у человека нет... Присоксализация. Ой, да вы что? Я тут уже, знаете, сколько насмотрелся. Я понимаю, что вы, может быть, не даете себе отчет, где работаете. Ой, у меня столько несчастных коллег, по работе которых банк русский стандарт обманул. Вот это и структуризация. Загнали еще в большие долги. Они так и говорят. И структуризация – это красивая дорожка, высланная в еще более глубокое топкое болото кредитное. Поэтому нет, я здравомыслящий человек, я решил все-таки... Я не понимаю, почему вы говорите добровольно, недобровольно. Есть варианты недобровольно, что меня будут плетью стягать или на дыбу посадят, как в Докетровской России. Такого же не будет. Суд, суд, барышня. Понимаете? Алексей Юрьевич, а сейчас с вашей стороны, конечно, из разговора, вы о чем вы говорите вообще, понимаете сами? Я абсолютно... Ой, душечка. Вы знаете, я очень-очень хорошо понимаю каждое свое слово. Я здравомыслящий человек. Алло, вы меня слышите же, да? Хорошо, в таком случае, Алексей Юрьевич, хочу заверить вас, что у вас есть заключительные требования, которые вы должны оплатить. Ничего я не должен, дорогая моя. Если судья скажет, у человека нет денег. Я человек науки, я работаю, у меня нет возможности оплачивать прихоти коммерческие каких-то там... Алексей Юрьевич. Деляк, деляк. Тем более банковский стандарт, это полностью иностранный капитал, держит этот банк, совершенно не российский гражданин. Плювать я хотел на это дело, все, поймите, плювать. Когда вы оформляли данную карту, вы прекрасно отдавали себе отчет, что вам придется ее выплачивать. Вы воспользовались средствами банка, в данном случае банк требовал... А я так, барыш, не сказал. Конечно, я буду выплачивать, потому что в нашей стране всякое может случиться. Если я выплачивать не смогу, то уж извольте, обращайтесь в суд. И мне сказали, конечно, если что, мы будем в суде все решать. Более того, за картой я не ходил. К нам, к руководителю, пришел сотрудник банка, провел очень такую интересную лекцию, наговорил кучу дров, все развесили уши, распустили слюни и побежали, скажем так, за руководителем в кабинет и нам выдали эти карты. Мне она не нужна была. Но меня принудили расписаться. И я спокойно, с чистой совестью поджатил денежки, находящиеся на этой карте, на науку. Если, Алексей, в данный момент вы не готовы, разрешая данную ситуацию с банком, вправе подать на вас суд и изыскать с вас всю сумму. Конечно, конечно. А я же этого даже не опасаюсь. Более того, я это жду. И судебные издержки. Ну и что? Хорошо. Это гораздо меньше, нежели платить по банковским процентам. Более того, я еще буду высчитывать, у меня коллега есть, Марфа Петровна, она в кафедре математического факультета, такая, я вам скажу, барышня дородная. Ох, мы с ней одно время по молодости повеселились, она была не такая тяжелая, как сейчас. Она сейчас пить. Сколько вы весите, скажите, пожалуйста. Мне просто интересно, сколько матчего может весить женщина? Никакого отношения не идет. Ой, 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 простите, простите. Ой, действительно, меня, когда я вспоминаю свою молодость, меня несет куда-то. Я на требования банка озвучила, в данном случае, я так понимаю, что я фиксирую отказ от оплаты, так как вы не готовы. Не-не-не, ни в коем случае, я готов оплачивать, но только нормальные вменяемые проценты, нормальную сумму, а не то, что там, вы понимаете, в суд вы решили подавать. Вы мне уже об этом говорите. Это уже будет банк решать, Алексей Юрьевич. Ну вот, мы же с вами, скажем так, здравомыслящие люди, конечно, пускай банк решает. Но не забывайте, что я нормальный человек, я знаю в себе цену, и поэтому я не намерен пресать под дудочку банков. Я и не боюсь этих банков, понимаете? Я человек... Ваша, всего доброго, Алексей Юрьевич. А Иван, всего доброго.